В историческом центре Самары ведут работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На улице Куйбышева, которая расположена в Самарском и Ленинском районах и является одной из визитных карточек города, начался первый этап ремонта. Протяженность всего участка, который приведут в порядок, более километра. В числе первоочередных задач – отремонтировать тротуары от Венцика до Вилоновской. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, обновление организовали в шахматном порядке, по разные стороны улицы. В настоящий момент, мы видим, идут демонтажные работы, также после демонтажных работ ведутся подготовительные по засыпке пить печаным, масло-чебеночным и пить печаным основанием. В дальнейшем будет сделано у всех здание отмостка и в дальнейшем уложена петонная плитка. Пока тротуар не закончен, проехать часть не перейдем. Благоустроят также газоны, установят новый бортовой камень и пешеходное ограждение. Обновят урны, заменят люки колодцев и решетки дождеприемников. Их поднимут на проектную высоту, крышки сделают антивандальными и антишумовыми. На тротуарах у каждого водостока зданий обустроят отводные лотки. Вода будет уходить в систему ливневой канализации. Для маломобильных граждан появятся пандусы нового типа, оснащенные встроенными тактильными элементами. В реализации нацпроекта применяют современные материалы и технологии. Сложностей на объекте довольно много, отмечают специалисты. Например, не каждый объект торговли имеет благоустроенное крыльцо. Чтобы входные группы привести в порядок, власти ведут работу с владельцами зданий. Индивидуально надо подходить к каждому зданию. Здесь оживленная улица, и трафик, и пешеходный трафик, и жители города, и туристы, гости города. Самый оживленный участок. Помимо всего прочего, каждое здание является памятником культуры, культурного наследия. Поэтому мы очень аккуратно относимся к каждому крыльцу, согласовываем все свои действия. Также подрядная организация удаляет старые аварийные деревья. Живые деревья, которые растут на улице Куйбышева, сохранят. Рабочие выкопают их и пересадят на другие улицы. В частности, на Чапаевскую, Садовую. А на улице Куйбышева впоследствии будет выполнено компенсационное озеленение. Высадят более 3000 кустов кизильника и 94 липы с красивой сформированной кроной. Мы высаживаем их в очереди, чтобы они прижились. Но заранее мы подготовим для них определенные ямы. Аккуратненько подойдем к этим ямам плиткой. Яму укрепим специальными ящиками. В дальнейшем туда будет признать посадка данных лип. И, скорее всего, будет установлена металлическая присвольная решетка. Мы посадим ровно то количество, которое тут и было на улице Куйбышева. Потому что тут очень много пустых рабаток. Без деревьев когда-то их уже удалили. И рабатки пустые. Поэтому нам нужно их восполнить. Поэтому сажаем 94 липы по всей улице Куйбышева. Меньше деревьев, чем раньше, не было. Напомним, что в 2021 году на улице Куйбышева улучшили систему освещения. Воздушные линии перенесли под землю. Установили новые опоры и стилизованные фонари. В этом году обновят пешеходные ограждения и урны. В 2023 году на участке улицы Куйбышева завершили перекладку теплотрассы. Подрядчик обеспечил восстановление после перекладки труб. От Венцика до Некрасовской асфальтобетонное покрытие автодороги и плиточное покрытие тротуара с четной стороны участка были отремонтированы. И сейчас находятся в нормативном состоянии. Поэтому на данных локациях работы в этом году уже не предусмотрены. Для удобства горожан в период ремонта рабочие устанавливают к каждому крыльцу дома временные мостки. Самарцы с нетерпением ждут обновления одной из главных улиц города. Жителям нужно, чтобы ходить по новому тротуару, по новым дорогам. Пандусы для жителей города, которые с детьми, они нужны. Хорошо, что это модернизируется и встраивается в наш город. Центральная улица нашего города, она должна быть в хорошем состоянии. Здесь пешеходов много, люди гуляют. Это комфортно, удобно, чисто, аккуратно будет. Нас очень радуют эти улицы. На Куйбышево в рамках дорожного нацпроекта работы на тротуарах продлятся около полутора месяцев. А с остальными задачами по ремонту подрядчик должен справиться до конца лета, чтобы осенью осталось лишь вновь озеленить улицу. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События.